Тысяча и один блогер уже сделали обзор на этот Люсид или в простонародье Люсю. Я не хочу повторяться, я не буду говорить, как эта машина, она должна выдавать 800 км входа, но она почему-то выдает 400 км. Ребят, я заправляю X5M, он показывает 600 км запас хода, я проезжаю 300 км и заправляюсь снова в полный бак. Поэтому эта машина ничего вам не должна. Я решила не поступать как классический блогер, я не зачла вам технические характеристики списком, как из Википедии сразу же. Я решила отбросить все предрассудки и просто взять, поехать, затестить эту тачку не одной, а с другими людьми. Потому что когда ты сидишь в кинотеатре, и вы смотрите какой-то ужастик. У тебя намного гиперболизируются твои эмоции, когда ты сидишь рядом с человеком, который так же орет, как и ты. Я сейчас поеду и буду просто вылавливать людей, незнакомых мне, сажать их на пассажирское кресло, чтобы они вместе со мной чувствовали тысячи лошадей. Меньше слов, больше дела. Погнали! У меня в руках 1126-сильный зверь электрического происхождения. Это будет самая быстрая тач, в которой я сидела. Ты прикинь? Ты хочешь первый раз сразу газ в пол? Да, вот в бетонный блок, который перед нами стоит, вообще будет ОГОНЬ! Как будто я на МЦК еду. Какой же звук! Замесил, да? Ты просто отпускаешь газ, и она так вот начинает затормаживаться, как будто, знаете, вот как движком тачка затормаживает. Оооооооок! Уоооооу! Мы сидя, надо разогна physisite加 в час просто. 60, Карл. Конечно, Lusit це супертехнологичная тачка. Но у меня для вас есть не менее технологичный подгон. Тюменский Илон Маск ВАДИМ БОКОВ со своей командой КИИСГУРУ создал уникальный продукт. На секундочку, Комсомольская Правда и Коммерсант признали CGPods лучшими наушниками из всех недорогих и самыми недорогими из лучших Свежайшая новинка с топовыми характеристиками – модель CGPods X Апгрейд проверен на годами CGPods 5.0 Теперь тут высококлассный микрофон с кристальным звуком, абсолютно новая прошивка, максимальное стабильное соединение и долгожданный разъем зарядки Type-C Самое лучшее тоже сохранили Влагозащиту, крайне удачный спортивный форм-фактор и алюминиевый неубиваемый кейс Уникальностью обладает также и модель CGPods Lite Магнитная антистресс-крышка успокоит любые нервы Влагозащита тоже есть Можно принимать душ, плавать и заниматься спортом в любую погоду CGPods – это наушники на любой вкус Черные или белые, сенсорные или механическое управление Везде есть микрофон Зарядка через Type-C и 20 часов работы без розетки Высокое качество по вкусной цене Всего 5490 рублей Год гарантии, а если что, замена на новые, а не ремонт Промокод BLONDINKA DRIVE на дополнительную скидку 200 рублей И ссылка на магазин производителя в описании Кликай Уже тысяча и один человек сделали обзор на M5 F90 И я не буду исключением, но я делаю обзор на нечто иное Иноземное То, чего вы еще никогда в своей жизни не видели И если вы были здоровым человеком до сегодняшнего дня То, посмотрев это видео, у вас случится порог сердца О май гад Оно едет Позади меня M5 F90, но не простая и не золотая Хотя, посмотря на ее внешку, можно сказать, что, ну, примерно несколько слитков золота в нее было впихнуто Но это будет одна из самых быстрых M5 F90 в мире И если программно она около сток, то технически в ней было столько всего поменено Столько агрегатов поставлено, что она способна выдавать 1000 плюс лошадиных сил и ставить мировые рекорды А владелецом данного авто является Артур Артур приглашает тебя в кадр Всем привет Чувствую, надо запаузить на секундочку это видео, потому что многие вообще не поняли, с какого боку припеку здесь это M5 Рассказываю Мы еще летом сняли уникальную M-ку, которая была подготовлена по 1300 сил Ждали, пока Артур прошьет ее, но мотор взорвался и проект стал долгостроен Но чтобы такой качественный контент не пылился на жестком диске Мы решили показать вам эту M5 в противостоянии Люсиду Как бы больно не было признавать, но эра ДВС все ближе к своему завершению И Люсид в этом плане еще одно поле, накинутое в костер конца ДВС Посмотрев это видео до конца, свои выводы сделаете сами Как вот ты к этому пришел, скажем так Мы сидели с Зауром, это основатель The Air Performance Сумоли, как бы сделать так, что в следующем сезоне всем трусы порвать И такие, думаю, надо M5 R90 и собрать его как корч Поехали в Кизляр, купили его, и вот Это ваш общий проект, задуманный с Зауром и, насколько я понимаю, еще с Саидом Да, да, Саид именно подсказывал, как она будет внешне выглядеть Именно прокованный карбоном подсказал То есть это его задумка, и ты сейчас ее воплотил в жизнь Да, мы все вместе начали, я решил доделать Это очень прикольно Ты сказал, что вы еще в прошлом году ездили на соревнованиях, и там вы замеряли эту машину Да, ну перед соревнованиями мы замеряли, а на самих соревнованиях мы не смогли поехать, так как соревнования были отменены Из-за дождя Да, в Грозном 1204,1 она поехала Вы просто осознаете эти цифры? Моя шестерка разгоняется за 4,8 до 100 Кстати, видео с ней выйдет совсем скоро Офигеть, ребят, некоторые тачки разгоняются 0,100, 4,1, и это типа вау А тут она поехала, офигеть, я в шоке Но в ней было сколько тогда лошадей? Около косоряк И вот по твоим ожиданиям, сколько она вот будет ехать? 3,8, я надеюсь, что 200 мы поедем 3,8, я никогда не видела, чтобы тачка ехала столько, да? Даже какой-нибудь там, не знаю, поправьте меня или нет Гиперкар С такой скоростью они обычно не ездят Артур, для сравнения, какая тачка вообще едет вот с такой скоростью? Бугатти Верон едет 4,8, 110 А вы хотите на целую секунду опередить Бугатти? И помахать ручкой Порвать трусы, как ты говоришь Ланч старт с бабулей О, смотри, там какая-то бабуля подошла Ты серьезно сейчас? Я просто думала, что мы будем молодых людей Ну типа не то, что... Вот там еще пацан Она 100% не согласится, ты же понимаешь, это бабуля Здравствуйте, а можно вас на секунду подозвать к машине? А что вы хотите? Это уникальная машина Не хотите сесть прокатиться? Да, ну вы что? Вам же до метро нужно доехать? В принципе, да, ну вот тут автобус ходит Так что я могу на автобус А я быстрее автобуса, но еще и безопаснее автобуса докинула Безопаснее? Ну да А нет, девушка, вы что? Во всяком случае, мне кажется, что в своей жизни можно только один раз на такой тачке прокатиться Будет классно, если вы прокатитесь Ну, конечно, вы очень... Очень настойчиво! Очень заманчиво! Да не раздумывайте, садитесь, я точно не укусаюсь и машина тоже Мы по этой прямой проедемся быстро и потом довезем вас до метро Как вам такая идея? Ну, заманчиво! Серьезно? Какая красота! Ёлки-палки! Это передняя консоль, она делает вот так вот Это Lucid Air и в нем 1126 лошадей Ну, вы знаете, я как-то в лошадях просто слабо разбираюсь Как будто вы на МЦК едете На МЦК ездили же? Ну, разумеется Звук же похожий? Да, да Включаем режим спринт И что, мы сейчас плетим? Ну, взлетим, да Так Ой-о-о Вот это да! Как на самолете! Реально, на взлетную просто! Бабуля, что-то у вас мало эмоций! Неужели катались на такой машине? На машине катался на самолете, летают часто Это она показывает, что у нас эти машины едут слева и поворачивать нельзя пока Ну что, пробуем? Ой, давайте, я готова! О-о-о-о! Буля, с сердцем того все хорошо? Да не нормально! Конечно, хорошо! Ну, ощущения, конечно! Ну, дух прям захватывает, скажите! Тут момент, когда это самое... Что? Понравилось вам? Что? Конечно, понравилось! Какая хорошая машинка! Побыстрее автобуса будет, наверное Ой! Тут даже можно и не спорить Ох, спасибо! Реально хорошо, да? Ой, хорошая машинка! Едет хороша! Хороша машинка едет! Там тоже кто-то, смотри, снимает А давай его... Он что-то снимает на камеру? Да, да, погнали! Давай, давай! Ланчстадт с шпионом? Ой, в смысле, фотографом! Привет! Здрасте! Вижу, снимаешь, да? Да! Хочешь прыгнуть, прокачу? Это Люсид Новый Единственной Москве Знаешь его? Хочешь прыгнуть? Ну, хочешь прыгнуть? Давай, прыгай! Тебе сколько лет? 19 И всегда с фотиком ездишь? Конечно! Серьезно? А ты типа Car Spotter, как они называются? Которые ловят тачки, фоткуют? Да нет, я просто... Правило такое, всегда бери с собой, мало ли что Вот, сегодня поездил 2, 1 Аааа! Оооо! Вот ей крылья приделать, и она уже взлетит, мне кажется Ну, скажешь, как тебе? Динамика просто первая жизнь Такая Я катался на М-ках с друзьями своими Но М-ки не такой разгон, это просто... Она максимально просто схватывает Как тебя зовут? Артем Ангелина Очень приятно Где мы как-то смотреть? Ютуб-канал Блондинка Драйв Ланч старт с моим братиком Представляю своего маленького братика Здравствуйте! Он похож на меня, как вы могли заметить И сейчас я его пригласила на первый тест-драйв его жизни И этот тест-драйв случится с одной из самых быстрых машин в Москве Ты готов? Да Лёв, а ты катался на быстрых машинах? Ну, не таких быстрых, на Ламборгини Урус катался Чего? Это у кого ты, простите, позаимствовал-то? На вечеринке одной с мамой, когда мы разговаривали На вечеринке? Аааа, на котором ты газовал У меня даже видос есть, где Лёвый такой газует на Ламборгини Урус желтого цвета Да, ты на эту давить не надо Ты чего? Разошёлся Ааа, ёзра Ааааа Аааа Ааа Нет Лёв, ты чего? Ты чего? У тебя там все органы и глотку зажали, что ли? Машина очень быстрая и страшная какая-то, честно говоря Сейчас мы откроем попкорн И чтобы вы на физическом уровне понимали, насколько быстрая машина Дадим открытый попкорн Лёве Чтобы он... Короче, что-то должно произойти Спасибо ребятам из Электромании и Москву, что дали мне эту тачку на обзор. Я надеюсь, что когда вы будете смотреть это видео, вы не пожалеете, что вы мне дали эту машину на обзор. Слушай, зерный попался. Ну, Лёв, давай по чесноку. Что? Быстрая машина? Ну да. Молодой человек, а что вы хотите сделать? А сесть к вам, нет? А зачем? А я не знаю. Мне очень нравится, что здесь буквы Люсит, они подсвечиваются. И у него такая полноценная монобровь. То есть, если раньше мы наблюдали монобровь только сзади, допустим, у Панамеры, теперь мы наблюдаем монобровь и спереди. Вывод, который мы делаем, это то, что монобровь все сильнее и сильнее интегрируется в нашу жизнь. Главное, чтобы не налицо. А можно вас на секундочку? А? Можно вас на секундочку? Здравствуйте. Меня зовут Ингелина. Вас как зовут? Алексей. Очень приятно, Алексей. Вы не хотите прокатиться на этой машине? Нет, спасибо. Это очень быстрая тачка. Одна такая в Москве. Да нет, спасибо. Просто туда-обратно? Да нет. Я вас не украду, если что. Нет, спасибо, не хочу. Извините. Хорошо, хорошего дня вам. Да, собственно. Что было сделано в этой машине? Легче спросить, что было не сделано. Я знаю. Вот диски. Диски остались стоковыми. Ну, они лягики. Усилили двигатель, поменяли турбины. Гибридный риск водометанола. Что-то на химическом таком. Да, пайпы, пайпы под турбины, сами турбины, я говорил. Тут аж тысяча. Но там такой послужной список достаточно огромный. Да. Просто это все нельзя говорить. Было много. Уже поздно. Давай откроем сейчас. Вот визуально двигатель изменился. Да, есть что-то интересное. Я вам покажу. Окей. Кстати, ребята с Левела нам помогали. Мы совместно эту штуку разработали. Этого монстра. Все специально для тебя сделано. Да. Пипец. Я вижу тут проводочки. Да, это у нас патрубки от метанола. Вот пайпы под турбины. Их мы делали сначала в 3D-модели, потом на принтере. Кстати, вот самое прикольное. Вот как зовут машину. Пача ее зовут? Пача. Пача? А что это означает? Честно сказать, не знаю. Тогда еще так называл. Надеюсь, что-то хорошее. Окей. А, я вижу даже ваши эмблемки тут ZR и Level, да? Да, охлаждение. Там где-то турбины. Но вот это выглядит как настоящая какая-то киберштука. Как я понимаю, это фильтра, да? Да. Это просто сделал Шама так. Он еще не доделал. Он хочет подсветку сюда еще сделать. Пипец. Просто эта тачка побеждает не только по скорости, она побеждает еще по своей внешней составляющей. Мне кажется, если ее просто так поставить на какую-нибудь выставку, типа дакаровскую, парижскую, то она просто выигрывает все номинации. Сколько вот, мне интересно, облегчилась конструкция благодаря вот такому количеству карбона? Насколько она похудела? Как бы она не поправилась, честно сказать. Потому что, ну, алюминиевый карбон, он не так и так был легкий, а плюс мне еще прибавили вот эти штуки. Плюс-минус один вес такой же остался. В планах хочу поставить салон от CS, но пока с Европы тяжело его привезти, но это... Ты же понимаешь, что вот ты тем, что оставляешь стоковые диски, и ты садишься на эти ковши жесткие, все они нивелируются, тебе будет очень жестко. Эти диски пока стоят тут из-за чего? Я привык ездить на гелике, лежачие, полицейские, вот проезжаю просто не останавливаясь. Поэтому так же и на М5, так хотя бы они помягче, чуть-чуть. Давай так, я включу Дудя. Сколько все это стоило? Ну, то есть, окей, тачку ты покупал в прошлом году, как я понимаю? Да. Ну, скажем, за шесть. Скажем за шесть, окей. Хотя, блин, она же новая, это же рестовая, да, БФ? Нет, я рест накинул. А, она не настоящая рестовая? Да. Она просто компетишен? Да, памперы, фары. То есть, ты купил тачку за шесть, потом ты поставил всю эту агрегатуру сюда, сколько это еще вышло? В общем, она мне обошлась, наверное, плюс-минус, если с покупкой машины, около двенадцати. То есть, да, значения стоили столько же, сколько и сама тачка? Да. С учетом всех этих пленок и так далее? Да, да. Ну, в принципе, так неплохо, за двенадцать миллионов ты получаешь тачку, на которую все оборачиваются и сворачивают себе головы. Это очень тоже хорошо. И она стоит уж точно меньше, чем Бугатти Бейрон, ребята. Мы отъехали на пятнадцать минут от остановки, чтобы не выглядело так, как будто я какой-то вербовщик, подъезжаю и просто выстегиваю людей с остановки. А почему не стать на время таксистом для таксиста? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы сейчас не заняты? Ну, вообще, вот за каждую стрельбу, все фиолетовые сейчас самые выгодные заказы. Посмотрите на эту машину. Она впечатляет вас? Ну, интересная штука. Какая английская, прям. Английская? Ну, мы почти попали. Она американка. В этом не ее, как бы, уникальность. Уникальность в том, что она 1126 лошадиных сил у них. Чего-чего? 1126 лошадей. Катались когда-нибудь на такой машине быстрей? Я катался на спортивном Ягуаре, но я не знаю, сколько там лошадей. Хотите с нами прокатиться? Киньте свой ДВС, садитесь в нормальную эко-машину. Чего сделать? Ну, у вас двигатель внутреннего сгорания же. Знаете же? Да. А у меня это электричка. А, электричка. Я в детстве ездил на электричках в технику. Ну, видите, вспомните молодость иногда. Прыгайте сюда. Смотри, какой он стильный. Он люто стильный. Как он в такси оказался? Сейчас, давай спрошу у него. А вы точно в такси работаете? Работаю возителем такси. У меня все медальки, кроме одной. Мне осталось вообще получить 4 тысячи пятерочек, и у меня будут все медальки. А что медальки дают? Медальки дают уважуху. У вас очень стильный стиль. Вы очень модно одеты для таксистов. Да? Да. Ну, это же московский таксист. Здесь же как в Нью-Йорке, понимаете? От академика до бомжа все работают в такси. Раз, два, три. Ой, как страшно. Ой, как страшно. Ой, 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 ой. Ой, кошмар. Все гаишники арестовать нас за это хулиганство. Ужас какой, а? Ой, ой. Ой, какой ужас. Кошмар. У меня вот здесь макушка прям засветилась. Семерочка активировалась. Мои все спасители, хранители говорят, куда ты полез вообще? Вот когда она вот уже поплыла, что она будет делать в этой ситуации? Когда у нее нету связи колес с дороги. Когда там сплошно месиво из воды, снега, льда. Знаете, вот мы дождемся вот таких холодов. И вот самую гущу событий кинем. До свидания. Красиво. Ну, жестко. Зверь просто. Если вы хотите потратить куда-то образно 100 тысяч рублей. И думаете, что сделать за день такого, что поднимет мне настроение. То эта машина поднимет вам настроение. И ощущение того, что будущее уже где-то вот здесь вот стучится в дверь. До этой машины я сидела в Ауди. И она была на тот момент самой быстрой тачкой, в которой я вообще когда-либо сидела. В ней было 1039 лошадей. Это был 19-й год. Мы, короче, поснимали с парнем. Один день всего у нас был съемочный. И потом должен был быть второй съемочный день. Я ему звоню на следующее утро. Говорю, слушай, давай снимать. Как раз хорошая погода. И он говорит, Ангелина, я больше не буду никогда сниматься. Я продаю машину. А все потому, что поехал в тот вечер в больничку. У него поставили диагноз порог сердца, короче. Больше он никогда не сможет кататься на быстрых автомобилях. Короче, в эту тачку людям с осложнениями лучше не садиться. Все познается в сравнении. И сейчас мы приехали замерить эту машину на специальную трассу, чтобы понять, сколько они будут мощными в истине. Потому что сейчас эта тачка программная. Она ровно в стоке. И мне интересно посмотреть, как она будет ехать. Потому что по паспорту она должна ехать 3,3 до 100. И 7,5 до 100. Ну что, вы готовы? Погнали! А эта штучка нам поможет в проведении эксперимента. Я ее в сумке у себя ношу уже вместо помады. Я не знаю, просто что Артур сейчас делает. Мы среди дороги остановлюсь. Делаем вот так. И пока Камаз до нас не доехал. Так, ну что? 3,1. Сколько? 3,1. 3,1 с тремя людьми в салоне. Но тачка за счет того, что у нее очень много декоратических элементов, она не облегчена. Она, наоборот, в таком же как бы высовой категории, как и в ручке. Почувствовали на второй передаче? Я почувствовала, что я чуть-чуть повело вот так. Да, да, да. 3,1 хорошо. Ты первый раз замеряешь тачку? Да, я ни разу не замеряю. Ну что, с почином тебя? Ну я думаю, есть один пассажир, и хорошо зацепится 2,8, она в стойке поедет. Получается, в ней больше 640 лошадей, мне кажется. Нет, там бортовой компьютер мы настроили так, что он прям не милосчитывает. Ну это очень хороший результат у нее. Я не могу уложить мысль о том, что это как бы гражданские автомобили, которые ты ездишь вот просто каждый день. Ты просто можешь выехать на дорогу, покататься, тебе не нужно иметь там шлем, каска, еще что-то, еще что-то, чтобы на ней ездить. Это просто вот это твой рядовой автомобиль. Расскажи о своей мечте, вот что ты хочешь сделать? Ты хочешь весь свой автопарк поставить в ряд? Хочу собрать себе свою машину в одну кучу и сфотографироваться с ней. Это будет твоя первая фотография в твоем аккаунте. Прошло ровно 30 минут, как мы решили замерить 100-200, отцаяли в пробке, намучились и теперь мы выезжаем на прямую. Снезад до 200 замерим. Я тоже не знаю, но мне уже страшно. Один, два, три. Ой, ну прямо придет, я прям чувствую. Так, 200 было, сейчас давайте посмотрим. 0103,2 хуже, чем в прошлый раз. 0109,6. Ой, 100, 200, 6,40. 6,64. 6,4? Да. 6,4. То есть это на секунду даже больше. Столько? Да. В общем, она курс замерит обязательно с одним человеком все это. И мне тоже интересно обсуждать, как она поедет, но, блин, у меня просто мозг взрывается, я тащусь. Ланч старт с поэтессой и просто красивой блодиночкой. Нет, ее номер телефона не дам. Готова? Да. У-у-у! Прикольно. Можно я останусь? Я прям фигуру. Ну, типа я уже устал. Ну, как бы, короче, у меня органы внутренние. Ты серьезно, Коль? Да. Можешь с ним скататься и вону, грустно. Окей, давай, поставь здесь. Готова? Да. Три, два, один. Просто две секунды до сотки. Это прикольно до какого-то раза. Вот сколько раз мы скатались, мне уже прям реально стало нехорошо. Это как, знаете, если катались на каких-то аттракционах, вот когда перекатаетесь, есть такое ощущение внутри дискомфорта. Вот примерно похоже. Ну что, я делаю ланч старт. Одна в салоне. Посмотрим, насколько сильна разница. Идеальная, прямая, вообще никого нет. Просто идеал. Три, два, один. У-ху-ху! У-у-у! Жесть! Просто жесть! Она тащит! Куда? Столько мощи! Куда? Разбудима. Надо ей дать какое-то прозвище, но я пока не знаю, какое. Пишите, на какое животное она похожа. Комментарии, чтобы мы дали ей какое-то обозначение, какой-то никнейм в мире авто. Сейчас Колю присаживаем за руль и смотрим на его реакцию после Hyundai Elantra. Вообще хочется отметить действительно практичность в наших российских условиях, в этих белых махровых ковров. Вообще она такая достаточно чувствительность. Ну, то есть, типа, вообще, вот градус касаешься. Вообще, такой очень интересный руль, кстати. Ты прикинь, просто они представили ее концерт в 16-м году и в 21-м выпустили один в один. Примерно то, что ты заставляешь испытывать своих пассажиров. Надо как-то больше с уважением к нему относиться по ходу. Знаешь, когда с девушкой ссоришься в этой машине, чтобы она заткнулась, ты просто нажимаешь педаль газа и она начинает орать. Они представили концепт в 16-м году и выпустили его спустя 5 лет таким же. Ну, это прям низкий поклон, потому что очень часто рут и делают какие-то машины, которые на картинке выглядят красиво, а потом в реальности они абсолютно не похожи на то, что было изначально. Здесь это очень крутой продукт, учитывая, что они не выпускали до этого никаких машин. Знаете, что я подумала? Очень много блогеров сделали обзор на эту тачку. Это, несомненно, так. От лисы рулят до волшекомов. Но, по-моему, одну вещь они не говорили, которую подметила я. Я очень скромный человек. Эта тачка, если ее переводить на какого-нибудь персонажа, похожего на офисного топ-менеджера, который живет очень прагматично, очень рассудительной жизнью. Он не делает ничего с горяча. Он все просчитывает на километры вперед. И это именно тот самый человек, который может продумать свой отдых, который будет через три года купить себе эту путевку и точно знать, что он через три года поедет туда, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. И такому человеку больше всего в жизни не хватает очень пылкой, жаркой девушки. С баварским сердцем, я ни на что не намекаю, полный антагонист этой машины это М5Е60. Потому что тачка М5, у нее вообще никаких тормозов. Даже если ты постоянно меняешь колодки, все равно тормоза у нее отсутствуют. Ее действия невозможно предугадать. У этой машины не то, что действия все предсказуемы. Эта тачка тебе сама раскладывает полный план действий и все делает за тебя. Ну как бы скучно, реально очень скучно. Чувствуется, что она одинока на дорогах, потому что у нее нет у Москвы соплеменников, которые бы составили ей компанию. И пока она одинока, и очень холодна, и бездушна, но офигенно. Офигенно тем, что ее признают все. От маленьких мальчиков, как мой брат, ему 12 лет. Он сказал, что эта тачка просто классно, он бы на ней поехал в школу. Там студентка, парень тоже студент, бабушка, дед на такси. И еще парни с рынка. Просто представьте, какой спектр одобрения у этой машины. Ни один, мне кажется, человек в мире настолько не импонирует стольким людям. И это просто гениально. Я не знаю, как это работает, от того, что она электричка. Или потому что у нее такой вид. У нее вид вообще заметили, что она похожа на что-то между RS6, Panamera и Gran Turismo. Блин, каким-то корейцем и китайцем. Причем все так думают, потому что у нее просто вот эта вот монобровь. Она выглядит в стиле китайских седанов, но тем не менее стоит в 5 раз больше, чем эти китайские седаны, если не все. И это удивительно. Очень крутая машина. У меня положительные впечатления о ней. Но 5 дней в неделю я бы на ней гоняла 100%. В офис, на встрече. Но все самые выходные, которые самые дорогие, сердцу, горячо любимые, я бы их предпочла провести в сидении водительского кресла M5 E60. И это чистая правда. Поднимаю этот морковный сок за Lucid. Знаете, чего в этой машине очень много? В этой машине очень много воздуха. Она так и называется. Lucid Air Dream Edition. Это очень классно, поэтому мы до сих пор не можем понять одну вещь. Эта тачка создана для водителя спереди и для пассажира сзади. Потому что спереди тут все так классно, технологично, а сзади там много пространства. И в принципе ты можешь различить там как в С-классе. А все благодаря тому, что движок не заполняет собой все пространство. И ты в принципе... Ну короче, эргономика в этой машине просто на высоте. Реально просто на высоте. Смотрите, какой здесь экран, во-первых. Он парит. А что хорошего в том, что ты паришь. То есть единственное, на чем он стоит, это на вот этом упоре. Выглядит это потрясающе. Ой, почему мы постоянно расстегиваемся штаны? Расстегиваемся штаны после Америки. О, кстати, насчет Америки. Какую классную подводку сделала, увидела. Эта машина, она... Ее разрабатывали с конца нулевых годов. В шестнадцатом они выпустили прототип. Кто они? Калифорнийская компания. И что мне очень нравится, я такая смотрю на сиденье, а я не смотрела до этого момента какие-то обзоры, но так очень-очень бегло. Смотрю медведь, такая думаю, нифига себе, что это... Это что? Ее мобиль? Медведь? Этот медведь это символ Калифорнии. И если открыть дверь, посмотри на порожках что-то. Там написано Санта-Моника Калифорния. Ко мне сразу такой прилив теплых воспоминаний в моей голове. Я там была две недели назад на этой Санта-Монике. Мы жили две недели. Я только сейчас поняла, что это машина from Santa Monica with love. И это очень круто. Что мне очень нравится, это то, что салон, он не кричащий. Он состоит из разных материалов, таких как текстиль, замша, ну, алькантара и кожа. Кожа вообще, мне кажется, что они взяли кожу салона от поставщика кожи Астон Мартин, потому что, ну, это мое впечатление, так как очень похоже по текстуре, своему внешнему виду, вот кожа как будто из Астон Мартина. Также мне очень нравится, как они придумали всякие фишки вот с этим вот монитором, который отъезжает внутрь, как Мич Экскалибур, ты можешь его обратно вытащить, а там у тебя огромное место для хранения. Вообще, эта машина идеальная для девушек. Вот они как все кидают в свои огромные сумки, все это теряется там, вот так же можно в эту машину кинуть все, что угодно, хоть ребенка закинуть туда. И вообще, будет отлично. Все управление идет отсюда очень долго, но не дольше, чем на Ешке 63-й 212-го куза. Там вообще, а ланч-контроль, надо включать, мне кажется, вечность. Тут включать его побыстрее, конечно, просто зажимаешь на смут режиме педаль тормоза газа и нажимаешь спин, конфирм, у тебя вылезает здесь, давайте попробуем. Обязательно включать аварийку, чтобы все понимали, что вы хотите это сделать. Да-да-да, то самое. Прямо туда? Прямо в овраг. Я же не буду нажимать педаль газа. Я отпущу, она же не поедет. Ну, конечно, давай попробуем прямо в овраг. Мне кажется, это отличное поле для экспериментов. Поверьте мне на слово, Коля просто все-таки, поэтому я не буду это делать. Но что меня дико бесит, что она постоянно пищит, она... Слишком много от нее звуков. Есть эта машина, когда им приедет Дагестан. В Дагестане очень жаркое лето и очень палящее солнце. Поэтому там постоянно и в Чечне, и в Дагестане выступали за возвращение тонировки. Суть в том, что если вы приедете на этой машине в Дагестан, не бойтесь за свою макушку. Макушка прямо засветилась. Солнце не будет печь вам в голову, потому что это стекло, оно сделано так, что оно, во-первых, сильно затонировано. И оно не пропускает ультрафиолет. И вообще сверху оно покрыто каким-то чуть ли не тонким слоем металла, который отражает солнце. Это, короче, супертехнология, которая не позволит вам получить солнечный удар. Ребят, если вы хотите испытать такую же бурю эмоций, как и я, развлечь себя на денек-другой, то уберите этот люсит в аренду у Электромания Москва. Ссылочка на них в описании. Аренда этой тачки в сутки, сравнительно ее оригинальной цены, не такая уж и большая. Поэтому чекайте ссылку. Прошел час после того, как я перестала быть спринт-таксистом. Что я могу сказать? Такие перегрузки для вашего тела очень опасны. То есть, если вы не профессиональный пилот-истребитель, если вы не космонавт, если вы не пребываете постоянно в каком-то стрессе на уровне 5G, 9G, то я запрещаю вам включать спринт-режим, а уж тем более ланч-старт. Потому что это просто разнос. Ты превращаешься в лепешку, у которой все внутренние органы, они в параллельной плоскости. Это очень странное ощущение, потому что мне реально плохо. Даже Коле стало плохо, у него камера тряслась. Что чувствовали мои пассажиры? Они были в полном... Потому что... Ну, представь, ты такой катаешься на автобусе, и тут ты садишься на такой сверхагрегат. В принципе, я считаю, что наши космонавты... Рогозин, если ты смотришь меня, наши космонавты, в принципе, могут просто садиться, кататься на этой тачке, и они уже все, готовы будут вылетать в космос без какой-либо подготовки. Этого будет достаточно. И это дико страшно. Но в то же время и не страшно, потому что понимаешь, что она все контролит. Я не смогу улететь в отбойник, не смогу врезаться в другую тачку, потому что она все контролирует. То есть, это, знаете, вот как симулятор, наверное, вот что-то типа того. Или как родительский контроль, только в тачке. Ты будешь лазить по интернету, но на какие-то посторонние, какие-то 18+, сайты ты не залезешь. То же самое с этой машиной, если вы понимаете, о чем я. И это такие двоякие ощущения, но сколько бы я на ней не ездила, сколько бы лошадя она не выдавала, ни киловатт не жрала, я не чувствую в ней души. В ней нет души, даже в сраном Hyundai Solaris есть душа. Даже в долбанном X6 новом, у которого через динамики постоянно льется этот бутафорский звук мотора, даже у него есть душа. А у этой машины ее нет. Потому что тебе, дорогой мой человек, который собирает джигули у себя в гараже, нечего будет в ней перебирать. Ну нет у нее ничего, чтобы ты так долго мог кропотливо восстанавливать. И это полная противоположность Е38, которую мы снимаем. Потому что там идеальный плацдарм, где ты можешь просто разогнаться неимоверно. Каждая деталь в Е38, она пропитана душой. Она может сломаться, она может тебя подвести, но ты ее заменишь, и ты будешь чувствовать, как ты вложил в нее душу. А тут ты просто катаешься и катаешься на, что там, софт новый залить, и все. И погнал дальше. По, скачал, 16 Тайос поставил, и погнал дальше. Я не знаю, тут даже автопилот, который сейчас что-то там второго уровня, ты можешь его просто прокачать до третьего уровня, когда скачаешь новый софт через Wi-Fi. Это смерть для тех, кто любит своими руками рыться в автомобиль. Вадим из синдиката, если ты меня смотришь, то эта машина убьет тебя. Это и грустно, и как бы классно, потому что, наверное, то время, которое некоторые тратят на починку своих автомобилей, если такую логическую цепочку простраивать, они же могут потратить это время, там, привезенное семьей, вместо того, чтобы копаться в тачке. Могу сказать, что эта тачка, она очень крутая, она стоит своих денег, даже тех, которые просят за нее в России, потому что внутрянка, потому что внешка, она очень притягивает взгляды людей. Ой, привет! И даже взгляды таких маленьких малышей, я очень переживаю за то, что будет с нашими ДВСами. Я считаю, что их уже надо потихоньку, не то что восстанавливать, а начинать беречь. А сейчас мы поедем в самое нецелесообразное место для этой машины. И нет, это не заправка. Сейчас узнаете, какое. Ребята, это рынок. На рынок налюсит. Блин, тут вообще чиркануть можно на изи просто. Не, ну там некуда ехать. Тихо-тихо-тихо, проходишь, 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 уже прошла. Так, ну нам нужно найти колпаки, масло, меховую подкладку, водительское сидение, либо можно еще с массажными эффектами. Еще накладку на руль. А, то есть, типа можно мужу дома так прослушивать? Да, показать, как любую. Давайте. Смотрите, покупайте сим-карты любого оператора, ставишь сюда. Это кинула, допустим, дома. Сама в Питере, в Турции. Набираешь номер, который сюда поставишь, движется. Допустим, ты сейчас там в Турции, в Египте, а эта штука в Москве. На третий кудок она включается. Девушка, а что за машина у вас? Это Люсит. Электрокар такой. Блин, такая красивая вообще. Это китайцы? Это калифорний. Блин, такая тачка красивая. Очень красивая тачка. Что происходит? Мы приехали на рынок. Люсит. Это китай? Нет, это американка. Знаете, в чем разница с Китаем? Получше качество салона и... Знаете, сколько мне лошадей? Я думаю, 400. 1100. Да, ну... Да, такая быстрая. Прям вообще. У меня тоже ужасный сумбур в голове, но мы приехали на рынок, чтобы вы в комментариях написали, что она делает. Я жду. Вот берите свои пальцы в руки и пишите комментарии, что она делает. Мы приехали сюда купить колпаки, масло и, короче, всякой фигни. Но это не главное. Нам важно посмотреть на реакцию человека, который нам это все будет продавать, увидя вот этот агрегат. За счет, я бы вам закрыла дверь. Спасибо. И сколько такая роскошь стоит? Смотрите, по 6500. А, то есть здесь, да, она не круглая? И у вас нет такой формы? Есть, да, она прямо ужасно будет. Я теперь понимаю, почему эту штуку покупаю. Она прямо дико мягкая. Я не знаю почему, но мне кажется, это стиль. Я реально тебе отвечаю. Я тебе говорю. Потому что так на меня подействовал объезд Хамон. Не, реально, ребят, напишите, это стиль или нет? Фиг, он прям идеально подходит. Ого! Это аквапринт? Это наш выход карбона. Карбон, мне кажется, прикольный. Ну, карбон как будто здесь, знаю. Карбона здесь не хватает, конечно. Но мне кажется, что это будет более изощренно смотреться. Статусно, да. Как будто из Мерседеса руль такой. А он точно встанет? Как будто из Мерседеса руль. Терпение. Хорошо. Нет, это аквапринт. Ну как вам? Ну, в принципе, круто. Что считаешь? Мне кажется, вообще улет, особенно в сочетании с этой овчиной. Греет, да. Греет хорошо? Да. Единственное, что мне не нравится, это то, что она отходит. Вот здесь вот это никак исправить нельзя. Классная машина? А? Машина классная? Вообще, отдастся. Мне хорошая. Как думаете, вот руль хочу сделать с накладкой? Брать? Накладку на эту? Вот у него. Ну, а вам нравится? Нет, нормально, ничего. А если захочу, я смогу сама снять? Конечно. Или приеду сейчас снять. А так, без вашей помощи, чтобы... Да, конечно, снять. Давайте вот это вот возьму, а за этим еще приеду. Так что я думаю, что надо еще на вторую машину кинуть эту. Я чувствую стиль в этой машине. Появилась какая-то аутентика, понимаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, случайно, не знаете, где можно колпаки купить? Какие колпаки? Ну, на диске, в смысле. Все, давай, я тут работаю, я на работу складываюсь за вас. Снять? Конечно. А мне ваш, ну, ваш коллега советует поставить. Мы продали. Ну, да, да. Надо же было продать меня. А вы бы не продали? Я бы не продал. Меня обманули, получается. А знаете, за сколько? За газор, который дали. Ну, да. Рально, спасибо. Обманули на сколько? Получается, это... Это колхоз. И что? Теперь обратно у него... Здравствуйте. Здравствуйте. А вы работаете здесь? Да. А нам нужны... У вас есть колпаки? Какие защитные, знаете? Почти на болты. А, на болты? Это 13-й павильон вам надо. Не знаю. Ну, какие-то, это не литые диски. Ну, мне просто очень нравится. Мне не нравятся эти диски, я хочу кабаки. Я даже себе накладной руль сделаю. Ребята, я надеюсь, вам понравился такой формат обзоров. Если да, то ставьте палец вверх, пишите комментарии. Это очень помогает в продвижении ролика. Вам не сложно, а мне приятно. Спасибо этому Люсиду за классные впечатления. Пока-пока. 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 Продолжение следует...